Когда мужчины говорят, я думаю, жестоко жили, и если б всех их наградили, то не хватило бы наград. Здравствуйте, с вами я, Дмитрий Изгагин, и программа «Когда мужчины говорят». Вот живет с вами на одной улице, на одной лестничной площадке пожилой человек, а вы когда-нибудь задавались вопросом, кто он, какого рода племени и что испытывал в жизни? Если не задавались, тогда учитесь этому у пятиклассников школы номер 13. Они такие старательные, эти пятиклассники из школы номер 13. Им дали задание узнать побольше о героях войны, о наших победителях. И вот они уже приготовили о них рассказы, трогательные и яркие. Мой прадедушка Виктор встретил победу в Берлине. Он был тяжело ранен в бою и временно даже потерял слух. Он лежал в госпитале, но как только ему стало лучше, он сразу пошел воевать. Мой прадедушка Петр выиграл войну, и ему поручили вести танк на параде. Учителя говорят, что эти девчонки и мальчишки со временем поймут о важности собранного материала. Ведь так интересно узнавать от родного человека о неизвестной войне. Мой дедушка Сергей Виктор Петрович, ему не было еще и 18 лет, но он добровольцем ушел на фронт. Он был невысокого роста, и как раз такие нужны были в разведке. Его взяли разведчиком. Он добывал информацию у фашистов. Таких людей называли языками. Он подкрадывался неожиданно к одному из фашистов, когда он оставался один. Накидывал ему мешок на голову и тащил волком к своему командиру. Так они выпытывали информацию. Мне предложили сделать этот альбом. Я с радостью согласился. И во время поисков для материала этого альбома я очень много нового узнал о своих прадедушках и о своей прабабушке. Я даже не знал, что моя прабабушка работала на лесозаготовках. В зиму 1941-1942 года ее отправили на 2,5 месяца в тайгу на лесозаготовки. А в то время дома у нее были двое маленьких детей. Одному было годик, другому три года. И тому, кто был три года, его звали Леня. Сейчас это мой дедушка, он уже умер. Вот мой деда Гриша. Его забрали на фронт, как только началась война. Он был пехотинцем. И после ранения в руку его отправили домой, в родную деревню. А это дед Степан. Он сам в 1942 году, когда он заканчивал учиться в танковом училище, он, не доучившись, написал рапорт о добровольном уходе на фронт. И его взяли. Ему тогда было 17 лет. Когда его ранили в руку, его не отпустили домой. Сказали, что он будет работать полковым писарем. Полковой писарь – это тот, кто записывает раненых, составляет похоронки. В эти предпраздничные дни эти классники можно часто встретить в школьном музее. Они листают альбомы боевой славы, узнают неизвестные до сей поры факты о полиском военного времени. Занимаясь поисковой работой материалом для этого альбома, я нашла интересную информацию в книге про город Полевской. Там рассказано о том, что особенно запоминающимся событием для полевчан было прибытие особо тяжелораненых бойцов. Их размещали в здании школы номер 4. Раненые бойцы лежали в коридорах, на столах, в классах. Операции делали прямо на партах, так как критически не хватало медицинских средств. А после школы приходили ребята, ученики, и давали концерты этим военнослужащим, чтобы им не было скучно, не было так тяжело и больно вспоминать эти военные годы. 9 мая мы всей семьей поздравляем нашего дедушку, Ивана Васильевича Долгушева. Он был тружеником тыла, а в далеком 1943 году ему едва исполнилось 14 лет. Он встал к станку. Подростки работали по 6 часов в день. Они очень уставали, работа была напряженной. Вот его фотография. Это бабушкины сестры. Они тоже работали с друженицами тылом. Сейчас дедушка еще живет, и мы его каждый 9 мая всей семьей поздравляем. Дорогой мой дедушка любимый, с Днем Победы тебя! 65 лет Великой Победы. И великая ли она для них? И что было бы со страной, по их мнению, если бы не одолели мы страшного врага? Кем бы мы были сейчас? И были бы вообще? Непростыми этими вопросами и сложными ответами озадачились мы, ведущие программы. Мы хотим спустя 65 лет спросить у молодых их мнение о той войне. И провести некий срез, выяснив, что думают о войне и о победе поколения, не нюхавшее, слава богу, пороху. Настя, твой самый страшный сон о войне? О войне я, конечно, не могу много знать, и не слышала, мне много не рассказывала, и все, что я могу судить, по книге «О зоре здесь тихие». Когда я прочитала эту книжку, ну какое-то поражение, я просто не понимаю, как девушки молодые, у которых могла быть своя жизнь, их отправили на войну, они должны были защищать свою родину, они загубили свою жизнь. По-моему, это просто ужасно. Надеюсь, что такого больше никогда не повторится. Марьетта, как заповедь «Не убей» соотносится с твоим отношением к войне? Я очень верю в Бога, но заповедь «Не убей» она не относится к войне, потому что на войне люди защищали свою родину. Они очень любили свою родину, и ничто не помешало им сделать такой шаг, убить человека. Это было очень сложно для них, но они все-таки решились, потому что они очень любят свою родину. Рада, Алина, советская армия победила немецкую в 45-м. А готовы ли мы сегодня выиграть такую же войну? Я считаю, что дух нашей страны всегда был единый, и мы были за победу. Войска СССР в то время были сплоченными. Именно это, я думаю, повлияло на победу войск СССР, войск Германии. Также по документам можно сказать, что у войск Германии было намного больше оружия, и тем не менее, все-таки сплоченность нашего народа, она помогла им выиграть.